Всего в часе езды от Минска находится край древних курганов и поселений. А еще именно здесь берет свое начало крупнейшая река Беларуси – Ньоман. И именно здесь располагается мемориальный камень Симону Будному и его Библии. Догадались, куда я приехала? Все верно! Сегодня я строю свой маршрут по Уздинскому району. Мне предстоит увидеть старинный кальвинский сбор. Побывать в крестьянской избе, сделать рождественского ангела из соломы и прокатиться на снегоходе. Узда расположена в 75 километрах к юго-западу от Минска. Дорога на машине займет чуть больше часа. По трассе М1 добирайтесь до поселка Энергетиков, а оттуда по дороге Р-68. Второй вариант – сесть на автобус, который отправляется с автовокзала Центральный. Цена проезда – от 6 рублей. Мне уже доводилось путешествовать по Уздинскому краю, но в каждый приезд можно найти для себя что-то новое. Так что по дороге в город сворачиваю в сторону Первомайска. Еще одна достопримечательность Узды – усыпальница рода Завишей. Лично мне на чем-то напоминает миниатюрную египетскую пирамиду. Но немногие знают, что кроме нее сохранились еще и руины усадьбы рода Завишей, которые располагаются в Первомайске. Екатерина, вот хочется узнать поподробнее об этой самой усадьбе. Изначально усадьба принадлежала знаменитому белорусскому роду Ковичинских. Затем, в начале 19-го столетия, эти земли начали принадлежать роду Завишей. И именно они уже достроили здесь усадебный дом, который состоял из трех частей. Но до наших дней сохранилось только два флигеля. Центральной усадьбы, к сожалению, уже нет. Также сохранилась мельница, конюшня и хозяйственные постройки. Для строительства усадьбы был приглашен итальянский архитектор Карлс Помпани, который работал в стиле классицизма. Интерьеры усадьбы были богато украшены лепниной. Внутри находился огромный бальный зал, застекленные галереи и оранжереи с экзотическими растениями со всего мира. Увидеть, как выглядела усадьба в свои лучшие годы, можно на картине белорусского художника Наполеона Орды. Наиболее такого, скажем, расцвета усадьба приобрела, когда здесь жила одна из представителей рода Завишей – Магдалена Радивилл. Именно это место Кухтичи стало центром притяжения знаменитой белорусской интеллигенции того времени. Также в Первомайске находятся руины Кальвинского собора. Он был построен куда раньше усадьбы – в XVI веке. Тогда эти земли принадлежали братьям Ковичинским. Один из представителей рода Ковичинский, Матей Ковичинский, был заядлым протестантом. Одно из направлений протестантизма того времени был кальвинизм. Поэтому он решил построить вот такой памятник. Помимо религиозных целей, храм также мог служить в качестве убежища. Об этом свидетельствуют две оборонительные башни и стены толщиной в полтора метра. В то время Кухтичи стали одним из важнейших центров протестантского движения в Беларуси. Правда, всего век спустя, когда мода на веру изменилась, новые владельцы Кухтичей быстро поменяли назначение храма. Земли Кухтич и Узды перешли во владение рода Завишей. И уже кальвинизмский храм использовался как католический храм. Чуть позже храм и вовсе стал часовней-усыпальницей рода Завишей. На данный момент в Беларуси сохранилось всего три подобных исторических памятника. Сейчас храм закрыт, но в скором времени его собираются реконструировать. Когда ты приезжаешь в место, где история творилась непосредственно, впечатления, конечно, совершенно особенные. Но также с историей можно познакомиться через музей. Немного людей, которые посетили столько же музеев, сколько и я. Если вы думаете, что мне это наскучило, вовсе не так. В каждом из них можно найти что-то интересное. И Уздинский историко-краеведческий музей не стал исключением. Я начну свое знакомство с залом, посвященного известным людям Уздинщины. Наш район небольшой, 23,5 тысячи населения, но история очень богатая. И именно мы находимся в зале «Гоноры славы земли Уздинской». У Уздинщины есть неофициальное название – «Соловьиный край». Ведь здесь родилось более 20 поэтов и писателей. Мы стоим у истоков книгопечатания на белорусском языке. Именно Самон Будный в 1572-м здесь допечатал свою первую Библию на белорусском языке. Также мы много рассказываем о том, что именно здесь долгое время жила белорусская меценатка Магдалена Радивил-Завиша, благодаря которой увидел первый прижизненный сборник Максима Богдановича венок. На титульном листе сборника был поставлен герб «Завиший лебедь» в знак благодарности Магдалене Радивил за оказанную поддержку. Здесь родина Кондрата Кондратовича Крапивы. Здесь родина и Янки Купалы, потому что отсюда именно здесь родился его дед. А его отец Доминик в 1840-м был крещён в Уздинском костёле. Максим Богданович, его дедушка, также родом здесь. Так что каждый уголок нашей Уздинской земли наполнен очень интересными историческими событиями. Уздинщина может похвастаться не только писателями, но и множеством других известных людей из сферы искусства, науки и спорта. Это раздел, посвящённый спорту. Бокун Герман Матвеевич, мастер спорта СССР по фехтованию. С 1995 года проводится международный турнир имени Бокуна. Он участник Олимпиады в Хессинге. Напротив мы видим наших артистов, уроженцев нашего района. И ярким таким образом является Владимир Радивилов. Наверное, много лет он является главным Дедом Морозом в Республике Беларусь. В отдельном зале расположилась художественная выставка. Знакомясь с картинами, можно много узнать об истории этого края. Ведь на полотнах изображены архитектурные памятники и пейзажи Уздинщины. Кажется, ещё шаг, и ты провалишься в картину, перенесясь во времени. Также в этом зале расположилась временная экспозиция, посвящённая ёлочным игрушкам. Не нужно быть ребёнком, чтобы обожать игрушки. Особенно новогодние. Моё любимое занятие – украшать новогоднюю ёлку. А в этом музее этому делу посвятили целую экспозицию. Иван Ермолаевич, расскажите о ваших игрушках. Я так понимаю, что это вы подарили их музею. Да. Что интересно, у нас тоже любимое занятие с женой – украшать ёлку. Мы этим занятием занимаемся уже много лет. Это с 64-го года. 64-й год знаменателен тем, что в этот год у нас родился сын. Год назад я женился. Вот. И потом вся жизнь у нас пошла под флагом новогодних праздников и ёлок, и игрушек. Эта работа приносит нам огромное удовольствие. Потому что мы не просто украшаем ёлку, а вспоминаем всю нашу жизнь. Каждая игрушка связана с каким-то годом, с каким-то событием, с каким-то городом. Вот такая очень личная и тёплая история. Наверное, именно поэтому так ценны старинные игрушки, сохранившиеся от бабушек и дедушек. Ведь по их виду можно даже сказать, в какое время они были произведены. В конце 30-х на ёлках появились герои детской литературы. В честь освоения Севера ёлочные лапы украшали фигурками полярников. А игрушки времён СССР изображали космические корабли, заводы и спортсменов. Так что советую присмотреться к своим ёлочным игрушкам. Кто знает, какую историю они в себе таят. Ещё одна экспозиция, мимо которой я не смогла пройти, это воссозданная крестьянская изба 19 века. Здесь можно воочию видеть, как был устроен быт белорусов прошлого. Если посмотреть, то вот здесь вот этот порог, он необычный, а сделан из мельничных жерновов. На то время считалось, что хлеб – это святое, и поэтому, когда закладывали дом, то эти жернова приносили удачу, счастье, деньги владельцам дома. Также мы можем заметить вход. Вот. Дверной проём, он, скажем, такой низенький. Это делалось тоже не случайно, а для того, чтобы, вот когда заходил кто-то, то он как бы невзначайно клонялся, то есть кланялся своим предкам, вот поклонялся им. Да, строительство дома было непростым делом. Всему придавалось особое значение. Вот это интерьер крестьянской усадьбы, скажем так. Представлен он в виде одной большой комнаты. Конечно же, главное место в комнате занимала печка. И это неспроста. Печь символизирует уют и достаток. С ней связано много символичных суеверий. Например, угли из печи никому не давали, опасались, что уйдёт достаток. Напротив печи всегда по диагонали располагался красный угол. Это также священное место в доме. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой. Как правило, в красном углу, кроме божницы, находится стол. Именно здесь отмечались все значимые события в жизни семьи. Здесь у нас представлена кровать. Но такие кровати, они были только у очень богатых крестьян. Обычные люди себе такого не могли позволить. Поэтому спали на палатях. Палати – это так называемые ярусы. Вот у нас один такой ярус представлен. Обычно на палатях спали дети. Под потолком им было не только тепло, но и весело. Обзор сверху отличный. Всё видно и слышно. Смех не стихал, пока не пригрозишь. Чем, как правило, крестьяне занимались зимой? Конечно, зимой длинные вечера и работы у женщин было очень много. Ну, допустим, они могли прять что-то. Мужчины же обычно мастерили что-то из дерева, ремонтировали инструменты и делали новые предметы. Не только для дома, но и на продажу. Вот так ни минуты покоя. Руки всё время были чем-то заняты. Если какие-то вещи с тех пор очень поменялись, другие остались почти неизменными. Например, соломоплетение. Мне кажется, у каждого из нас дома есть какое-нибудь изделие из соломы. Будь то корзина, шляпа или какой-нибудь милый сувенир. Конечно, всё это можно купить в магазине, но лучше всего сделать своими руками. Во-первых, это отличный подарок для близких. Во-вторых, замечательное хобби для длинных зимних вечеров. С 1 декабря 2022 года белорусское соломоплетение включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И значительную роль в развитии современного соломоплетения сыграли такие люди, как Татьяна Николаевна. Она не только создаёт прекрасные изделия из соломы, но и обучает своему ремеслу других. Попробуем с вами сделать соломенного ангела. Класс! Материалы Татьяна Николаевна подготовила заранее. Нам понадобится 25 длинных соломинок для тела, 10 соломинок покороче, из них будем делать ручки, соломенная цепочка для нимба и крылья. Также не забываем про нитки. Узелков придётся делать много. Мы начинаем делать голову. Берём нитки и заматываем в двух местах крепенько. После того, как обвязали голову, выворачиваем соломинки назад, пряча её и снова обматывая ниткой. Следом крепим к голове соломенную цепочку в виде нимба вот таким образом. Теперь нам предстоит сделать ручки. Берём эти соломки, которые приготовлены специально. 10 штучек. Берём нитки и посрединке скручиваем. С концов тоже обматываем солому ниткой. Если у вас более продвинутый уровень в соломоплетении, в центре можно спрятать проволоку, чтобы ручки могли двигаться. Дальше. Разделяем туловище. Вот берём третью часть где-то. Третью часть. И вставляем туда ручки. Вот, берём часть соломки. Там две трети уже. И заматываем ручки. А там оставляем ещё несколько соломек, чтобы крылья туда вставить. И также перематываем талию. Теперь дело осталось за малым. Закрепить крылья, спрятав их в середину. Наши предки верили, что такой ангел служит оберегом. Его часто дарят близким, желая всего самого хорошего. Человек, который получил куклу, должен повесить её над кроватью с северо-западной стороны и время от времени брать ангела в руки, разговаривая с ним. Вот такой прекрасный ангелочек у меня получился. Мне кажется, вышло очень круто. Особенно потому, что мне Татьяна Николаевна в этом очень активно помогала. Спасибо вам большое за мастер-класс. А я буду хвастаться перед друзьями, что умею теперь делать такую красоту. Теперь, когда у меня есть ангел, отправляюсь туда, где их можно встретить. Поклониться ангелам и святым Петру и Павлу можно в местной церкви. В различных источниках говорится, что Петропавловская церковь в Узде была построена в 1840 году. Однако история православия на узденских землях началась куда раньше. По преданиям, христианство тут появилось в первом столетии после крещения Руси, и тогда здесь построили деревянный храм. Позже появилось и письменное доказательство существования прихода. Есть в исторических актах такая записочка промелькнула, что владелец Узды Марина Корсак подарила узденскому приходу там сколько-то десятин земли. То есть этот приход уже 500 лет назад, но он уже существовал. Потом в 1840 году Фадзей Завиша построил каменный храм, и это вошло во всеисторические справочки. Но оказывается, что род Завиша построил не полноценный храм, а маленькую каменную сбушку, чтобы отписаться, что они выполнили правительственный указ. Так что буквально через 10-20 лет храм решили перестроить. И вот тот храм, в котором мы сейчас находимся, он построен буквально перед Первой мировой войной. И сохранилось письмо тогдашнего стоятеля. Он пишет, храм наш маленький, темный, сырой, не вмещает людей, при том, что костел-то был большой, величественный, а храм маленький не вмещает. И он обращается с просьбой помочь в строительстве храма. Какую-то часть денег выделили он государству, остальное собирали сами. Причем у нас сохранился синодик. Синодик – это именно тех, кто жертвовал деньги. В истории церкви фигурировало много людей. Но среди них всех отдельно можно выделить протеерея Михаила Новицкого, причисленного к лику святых новомучеников, пострадавших за веру. В 1920-х годах он был направлен в узду с женой и детьми. В прошлом учитель Новицкий завоевал почет и уважение местных жителей. Когда начались гонения на церковь, батюшка всеми силами боролся за сохранение местного храма. Но в 1935 году отца Михаила избили до смерти местные жители, требуя отдать церковные ценности. Священника похоронили на местном кладбище. В память о нем каждый год на третий день Пасхи происходит крестный ход представителей духовенства и верующих. Отец Григорий, я знаю, что Ваша церковь играет большую роль в жизни прихожан, особенно во время церковных праздников, которых очень много в зимнее время. Вот расскажите о них поподробнее. Рождество всегда как бы возрождает в душе какое-то предчувствие чего-то необычного, чего-то радостного. Душа чувствует вот эту вот радость, но ее надо, конечно, осознать. А чтобы осознать, в чем радость праздника, надо обратиться к сути, то есть к тому, о чем говорит Евангелие. Мы вспоминаем рождение Христа, и он понимается как спаситель, как избавитель. То есть у нас, у каждого человека есть проблемы, и от этих проблем надо как-то уходить. И вот Христос пришел, чтобы эти проблемы исправить. Рождество уже прошло, но впереди ждет еще один важный праздник, а именно крещение. В истории, в начале первоначальной церкви, эти два праздника даже праздновались вместе. То есть рождение Христа и Богоявление, по сути, это одно и то же. Потом со временем разделили на два таких отдельных празднования. В одном мы празднуем появление Христа в мир, как он родился, младенца, Мудвифлеем, Вертеп. А второй праздник Богоявления или крещение, это когда он себя открыл миру. То есть он вышел на евангельскую проповедь, это началось с Иордана. То есть он пришел на Иордан, встал среди грешников, чтобы, окунувшись в воды Иордана, показать путь очищения духовного. Вот эта традиция сохраняется до сих пор. А поэтому в эти праздники люди приходят за водичкой, берут ее, с верой принимают и обновляются душой. Я знаю еще одно место, где можно остаться наедине с собой и найти душевное равновесие. Лучше всего для этого отправиться на природу. Из-за холода и поэтому предпочитают оставаться дома. Но я считаю, каждая пара года прекрасна по-своему. Особенно если выбраться на природу и арендовать домик посреди леса. Поверьте, зимой он не менее прекрасен. Остановиться можно в одном из трех домиков. Два из них вмещают в себя до 12 человек. Так что можно заселиться большой компанией, места точно хватит на всех. Все, остаюсь. Мне здесь очень нравится. Так как комплекс располагается на территории лесничества, я решила узнать, чем занимаются лесники в зимнюю пару года. Оказалось, что обязанностей у них масса. Например, они подкармливают лесных животных. Сейчас вы видите такие погодные условия, что зверя надо поддержать. Трудную минуту, как говорится. Мы через день выкладываем карманы на подкормочных специальных площадках. И они с удовольствием посещаются животными. Оружием здесь могут пользоваться не только лесники, но и охотники. Для них организован тир, где они могут потренироваться. Я решила посмотреть, как это выглядит. Я считаю, каждый уважающий себя охотник в начале сезона либо, когда у него происходит смена боеприпаса, обязан произвести пристрелку охотничьего оружия. Так как относиться на охоте к животным надо с уважением. То есть добывается животное на месте, чтобы не причинять ему страдания. При пристрелке оружия самое главное – это соблюдать технику безопасности. У нас есть линия стрельбы, за которой никто не должен находиться. Все должны находиться сзади. При зарядке ствол ни в коем случае не направляется в сторону человека. Для защиты органов слуха можно применять наушники. Давайте примерим. О, прекрасно! Что ж, я свои уши защитила. Можно двигаться дальше. Теперь нужно зарядить ружье. Досылаем патрон в патронник. Значит, ставим предварительно на предохранитель, пока мы еще не приготовились. Значит, присаживаемся за ствол для пристрелки. Мишень у нас находится на расстоянии 100 метров. Совмещаем перекрестие прицела. Вы можете посмотреть. Там точечка. Совмещаем две эти точки. После этого фиксируем ружье, чтобы четко произошло прицеливание. И плавно нажимаем курок. Готовы? Да. И вот он! Выстрел! Наушники помогли? Да. Даже жаль, что я не смогла попробовать сама. Но оно и понятно, все же стрельба из ружья требует не только определенных навыков, но и специальное разрешение. Еще одно развлечение, которое предлагает комплекс, мимо которого я не смогла пройти, это катание на снегоходе. Никогда не каталась на снегоходе. Меня ждет. Только вы, пожалуйста, сильно не разгоняйтесь. Постараемся. Что от меня пугает, это постараемся. Ну что, погнали тогда? Поехали. Так, за ручки, да? Несмотря на скорость, кажется, что время наоборот замедлилось. Мне очень хочется запомнить этот момент, как и свое путешествие по Уздинскому краю. Он чудесный. Обязательно сюда приезжайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok